ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подготовка предприятий ЖКХ к зимнему периоду на особом контроле федерального правительства. Насколько регионы готовы к холодам, сегодня обсудили на селекторном совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Казака. Отопительный сезон стартовал, и пока все проходит гладко, но это не повод расслабляться. Что вызывает беспокойство у членов правительства, расскажет Дмитрий Ковалев. От Камчатки до Калининграда. Отопительный сезон уже начался в большинстве регионов нашей большой страны. Главная задача для управленцев – не допустить сбоев в работе котельных. Там, где были эти сбои ранее, необходимо, так сказать, особое внимание со стороны руководителей, не только муниципалитета, но и руководителей региона. При подготовке к зиме, при прохождении отопительного периода никаких провалов мы не должны. Речь идет о жизни и здоровье людей. Необходимо отметить, что прошлый отопительный период прошел в целом достаточно благополучно, несмотря на рекордную холодную зиму. Коммунальное хозяйство республики готово к зиме на 100%. В этом году было заменено более 16 километров тепловых сетей. Сформированы необходимые запасы топлива. Отопительный сезон ровно начался, больших проблем не было. В воскресенье или поднедельник уже снег упадет. Поэтому есть отдельные дома, которые жилищная инспекция ведет, мониторинг по тем вопросам капитального ремонта, где на самом деле меняются теплотрассы, но на днях они получат. Больная тема – рост долгов за уже потребленные ресурсы. Более 250 миллиардов рублей за должность управляющих компаний. По эффективным договорам выводят деньги за рубеж в карманы своим подставным компаниям. Долги организаций ЖКХ республики превышают 3 миллиарда 900 миллионов рублей. Львиная доля у коммунальных технологий. Спокойной жизни должникам не обещают. В скорейшем времени привлечены к ответственности с полным материальным возмещением причиненного ущерба или недоплаты. Долгов по бюджету у нас нет, соответственно, то, что по России назвали, это у нас как бы сильная сторона. Дмитрий Козак отмечает, что проблему с долгами в сфере ЖКХ необходимо решать кардинально. Деньги потребителей должны поступать поставщикам тепла напрямую. Закрепить этот механизм возможно только на законодательном уровне. Для тех, кто работает по серым схемам, в правительстве обещают ввести самую суровую ответственность. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Сегодня же состоялось еще одно селекторное совещание под председательством министра строительства ЖКХ России Михаила Меня. На повестке дня рынок долевого строительства. По данным Минстроя, в России более 38 тысяч обманутых дольщиков и 830 незавершенных объектов. Решать проблему регионы планируют поэтапно. В каждом разработана так называемая дорожная карта, в которой есть сроки и ответственные за выполнение этой важной задачи. Но судьба третьей долгостроев до сих пор неизвестна. Михаил Мень напомнил, у государства существует ряд механизмов помощи регионам. То, что касается земельных ресурсов, которые мы с помощью механизмов по ЖКХ можем передавать субъектам Российской Федерации, для того, чтобы они решали этот вопрос по увеличению инвестиционной привлекательности уже действующих участков, на которых идет сожжимничное строительство. У нас создан механизм по замене инвестора, по замене застройщика. Последний способ помог сдать в эксплуатацию всего 11 долгостроев. Руководитель федерального Минстроя призвал субъекты активнее использовать этот механизм. В Чувашии остался один проблемный объект. Это жилой дом по проспекту 9-й пятилетки в Чебоксарах. Застройщик обещает, жилую часть дома сдаст в этом году. Каждый долгострой должен быть на контроле органов власти, подчеркнул Михаил Мень. Перечень необходимых мер для решения проблемы регионы должны предоставить в ближайшее время. Федеральное министерство ждет уточненные дорожные карты к началу следующей недели. Выстроились в ряд. Сегодня чебоксарское предприятие Дорекс представило всю линейку техники, которая будет убирать снег с городских улиц. Какая бы зима ни была, дорожники готовы встретить ее во всеоружии. В этом убедился Рифат Фадкулин. На улице пока не очень холодно, но коммунальщики и дорожники уже готовятся к наступлению суровых морозов. Подметально-уборочные, комбинированные дорожные машины, пескоразбрасыватели, снегопогрузчики, тракторы и грейдеры. Чистить дороги Чебоксар этой зимой выйдут больше 90 единиц техники. В случае обильных снегопадов будут привлекать спецмашины и со стороны. Нынешнюю коммунальную технику даже нет смысла сравнивать с ее предшественниками. Настолько она маневрена, мощна, удобна в управлении и, главное, универсальна. Предпочтение сейчас отдают всесезонным многофункциональным машинам, на которых можно оперативно менять комплектующие навесное оборудование. Видим, что техника готова на 100%. Еще должно подойти 4 единицы, 4 КАМАЗа. Но в целом на следующей неделе мы уже готовы встречать зиму, готовы посыпать ее реагентами, готовы убирать снег. Предприятия так выстраивают свою работу, чтобы быть готовыми круглосуточно, чтобы быть готовыми в любое время года. Есть служба, которая смотрит за прогнозом погоды, смотрит за осадками. Сотни работников предприятия каждый день в любую погоду обеспечивают безопасность и комфорт жителей города. У Александра Михайлова стаж работы уже 18 лет. Техника готова, мы готовы. Всего зиму встретим, отработаем нормально. Летнее время готовим песчаную солидную смесь, зимой на пескобазе песок грузим. Ежегодно коммунальное предприятие обновляет свой арсенал на 10%. Притем предпочтение отдают машинам отечественного производства. В этом году мы уже закупили 3 единицы техники. Это погрузчики и каток. Ну и мы ожидаем сегодня прибытие еще 4 КАМАЗов с лужно-сщеточным оборудованием и быстросъемным пескоразбрасывателем, который вот стоит как раз на базе самосвала метан. Мы в прошлом году, в 16-м году, закупили 5 единиц техники, КАМАЗов на газомоторном топливе, на метане. Смотр коммунальной техники вселил в нас надежду, что непогода не так страшна. Для борьбы с гололедицей заготовлено более 45 тысяч тонн песчано-соляной смеси, закупленный щебень и современный реагент Бионорд. Его планируют распылять на центральных улицах города. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. В столице Чувашии завершена федеральная программа по переселению из аварийного жилищного фонда. За 5 лет в Чебоксарах новое жилье получили более 6,5 тысяч человек. Почти 84 тысячи квадратных метров аварийного жилья было ликвидировано. Дома в ближайшее время будут снесены. Наша съемочная группа побывала в семье, которая вот-вот переедет в новую квартиру. Зоя Николаевна Чернова показывает, что вещи уложены, мебель почти вся разобрана. Теперь осталось только получить ключи от новой квартиры. Здесь, в доме номер 57 по улице Щерса, семья Зои Николаевны живет более 55 лет. Рассказывает, что сначала топили торфом, затем установили газовое оборудование и канализацию. Но даже это уже не спасало дом от фетхости и разрушения. Вот здесь течет, колонки-то редко зажигаю, пользуюсь. Пока там открою, затопила соседку. Хорошо соседи-то, больно-то не ругаются. Ладно, можно сказать, все равно скоро переедем. В новой квартире квадрат больше. Сказали, что переплачивать не надо. Мы этому очень довольны. В этой квартире у Зои Николаевны 48 квадратных метров, а в новой – 53. Увеличение площади стало возможным за счет ресурсов, которые изыскала столичная администрация. Сделать это было нелегко. Пришлось менять типовые проекты, вести переговоры с подрядчиками, чтобы уложиться в выделенные федеральным бюджетным средства. Кстати, новое жилье расположено поблизости, буквально в соседнем дворе. Пенсионерка говорит, что квартира на втором этаже, и это ее тоже очень радует. Собственники проживали в домах аварийных, то есть без удобств. Удобства у них были на улице, отопление у них было печное. Сейчас они въезжают в новые, благоустроенные, теплые, уютные квартиры, со всеми удобствами в квартире и социальной отделкой, то есть у них там будет уже ремонт. В 2017 году новые квартиры получили 439 семей. Никто из переселенцев не взял денежную компенсацию. А всего благодаря программе по переселению из аварийного фонда в столице построено почти 100 тысяч квадратных метров жилья. Ликвидированы 263 аварийных дома, которые в ближайшее время будут снесены. А на их месте в городе появятся новые современные объекты. Татьяна Молок, Валисия Русакова, Игорь Зверев, Республика. Валисия Русакова, Игорь Зверев, Республика. Валисия Русакова, Игорь Зверев, Республика. Предположительно покоились монахини, причем высокопоставленные. Именно таких хоронили в самих храмах. Останки должны передать на изучение. А до этого момента археологи и священнослужители решили оставить их на прежнем месте. На территории западного Косогора, где сейчас находится сквер Константина Иванова, располагалось несколько церквей, два монастыря. И до 1772 года при этих церквах хоронили прихожан. Сегодняшние работы строительные показали выход большого количества человеческих костей на всей площади этого сквера. Что касается данного захоронения, его история тоже требует, наверное, объяснения. Еще в 2013 году были начаты раскопки в сквере Константина Иванова. Тогда были вскрыты несколько захоронений, и они все эти четыре года хранились в подвале в Троицком монастыре. Сейчас продолжать их хранить там просто нет никакой возможности. Кроме того, во время раскопки этого года были обнаружены новые захоронения, и тоже были они подняты. Но хранить их в Чувашском государственном институте гуманитарных наук просто нет никакой возможности. Поэтому было принято решение использовать как временное место их хранения тот раскоп законсервированный, который существует с 2013 года. Мы надеемся, что ученые смогут изучить и исследовать эти останки в полной мере. Ну и затем нужно решать вопрос о придании их земле. Это будет решаться уже не только учеными, но, мне кажется, должна сказать слово своя общественность. Будет ли это захоронение в часовне, который предполагается здесь построить, или в каком-то другом месте, это решит уже обсуждение. Вполне возможно, что все обнаруженные в сквере Константина Иванова в разное время останки будут захоронены здесь же, в исторической части города. Постановлением администрации города Чебоксары от 2005 года номер 200 утверждена инструкция, регламентирующая порядок захоронений на территории города Чебоксары. В соответствии с этим постановлением погребение должно учреждаться только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. В том числе и есть требования по установке надмогильных сооружений. Самовольное погребение в неустановленных для этих целей местах не допускается. Но понимаем, что здесь особая ситуация, поэтому в настоящее время рассматриваются варианты архитектурного решения обустройства данного места погребения. Какие еще сюрпризы припасло наше непредсказуемое прошлое, сказать трудно. Но история этого сквера с каждым днем все интереснее и интереснее. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В Москве прошла международная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование. Экспо-осень-2017». По традиции в ее рамках подведены итоги работы развлекательной индустрии страны. Парк «Локреевский лес» стал первым в рейтинге лучших мероприятий в парках России и СНГ сезона 2017 года. «Локреевский лес» в этом году действительно преобразился. Это отметили все, кто нашел время отдохнуть в парке с семьей. И дело даже не в том, что в этом сезоне здесь заработали новые аттракционы. Сотрудники парка нашли принципиально другой подход к организации досуга. Проект «Алиса в сказочном лесу» стал хитом нынешнего лета. «Друзья, Алисе мы будем показывать фокусы, да, будем петь для Алисы, танцевать для Алисы. Я научу Алису и всех-всех-всех друзей, кто придет к Алисе сюда в наш сказочный лес, я научу танцевать джига-дрыгал». Проект вместил в себя разные виды развлечений. Квесты, фотозоны, шоу-программы с артистами. Летние дни, проведенные в компании «Алисиных друзей», «Чебоксарская детвора» будет вспоминать еще долго. Ради этого, собственно, и развивался проект. Статус профессионалов в области парков развлечений не только в России, но и СНГ – хороший стимул двигаться дальше. В Сочи продолжается Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Наши коллеги продолжают делиться впечатлениями. Добрый вечер, коллеги. Национальное телевидение «Чумаш» уже пятый день работает на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Сзади меня «Люти Стена», на которой участники фестиваля оставляют свои послания, пишут свои города и страны. Мы видим, что мест свободных уже нет. Мы видим, что что-то пишется прямо сейчас. Давайте под этим и спросим. Добрый вечер. Здравствуйте. А куда вы? Я с вами в Казахстан. Так, что вы только что написали? Ну, я как бы свое имя написал на память. Как вас зовут? Вир. Вир, очень приятно. Расскажите, что вы делаете на фестивале? Какая у вас площадка? У меня площадка «Глобальная политика» и «Международная степь безопасности». Очень интересно проводят. Мне интересное направление политическое. Все верные, международные, друзья. Поэтому я пришел на эти карты. Какие впечатления у вас в фестивале было? Объяснили. Не объяснили эти чувства. Много людей, много знакомых, друзей ищите по всему миру. Я, наверное, от себя добавлю. Мы находимся здесь уже пятый день. И такое ощущение, что мы живем в модели идеального мира. Все улыбаются, все здороваются, все общаются. Мне кажется, когда мы приедем в Чувашию, нам нужна будет акклиматизация некоторое время. Ну что ж, могу я позаимствовать вас маркой и тоже сделать пометку. Ну что ж, коллеги, на этой сцене скоро появятся упоминания о национальном телевизище вашей. Пойдемте. Рядом с соседями. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Субтитры подогнал «Симон»